встретил на выходные своего бывшего одноклассника не виделись лет 30 но все-таки узнали друг друга обычные вопросы как дела как жизнь в ответ услышал хохот мой школьный кореш достал из кармана пиджака белую бумагу получил сегодня платежка за газ посмотри и прочти вслух читаю начислено за апрель 2021 года за 291 км газа 2546 гривен 19 копеек рекомендованный авансовый платеж 2546 гривен 25 копеек общая сумма для оплаты на 1 мая 2021 года 5092 гривны 44 копейки дальше приписка бытовые потребители которые оплатят авансовую сумму 5092 гривны 44 копейки до 25 мая 2021 года за май будут покупать природный газ по цене 8 гривен 50 копеек для других бытовых потребителей цена природного газа устанавливается на уровне 9 гривен 20 копеек за 1 кубический метр ну чё смирешься спросил с недоумением школьного приятеля отвечаю суммарная пенсия моя и жены 4800 гривен ты понимаешь нам предлагают всю ее до копейки отдать за газ за квартиру и свет денег нет на живут на жрату тоже что предлагают сдохнуть нет я все понимаю хотя извините не понимаю вот читаю кабинет министров не будет продлевать действие псо на рынке газа для предприятий тепло коммун энерго постановление правительство действует только до 20 мая 2021 года а дальше идет чистая демагогия цитирую завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммун энерго и не обязывает нафтогаз продавать газ для них по фиксированной цене сказал премьер-министр по его словам это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа это шаг который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду сообщил денис шмыгаль другими словами центральная власть в руках которой все рычаги управления государственной компании нафтогаз украина перекладывает всю ответственность на органы местного самоуправления но если нафтогаз принадлежит государству а природные ископаемые по конституции украины народу и этот самый газ добывает укргаз добыча то во первых дайте возможность покупать головое топливо напрямую у этой самой укргаз добычи они у нафтогаза функция которого становится абсолютно непонятно уж продавец и только а зачем нам нужна такая прокладка и во-вторых что это за рынок где у добывающей компании есть кроме государства еще и частные владельцы выступающие отдельными игроками на рынке топлива вы хотите перекинуть ответственность на органы самоуправления в городах селах районах областях отлично но в таком случае пусть в первую очередь газ покупают перечисленные выше органы местной власти а потом остальные и пусть никто из газопоставляющих компаний не забывает что их трубопроводы были проложены в своем большинстве не 30 лет назад а полвека и что промышленники категорически не должны быть покупателями украинского газа ибо они он снабжает теплом населения и бюджетников а бизнес должен покупать голубое топливо действительно на бирже как странах европы и остального мира